ПАНСИОНАТА Сегодня во Всемирный день здоровья утреннюю разминку для студентов образовательных учреждений провел заслуженный мастер спорта на УРУС Тимрезов. Сенаторы оценили строительство жилой, коммунальной и социальной инфраструктуры микрорайона, в том числе школы на 850 мест. Всего будет возведено более 40 многоквартирных домов с повышенной сейсмоустойчивостью термо- и звукоизоляцией. Сегодня в микрорайоне уже живут сотни семей. Активно продолжается строительство других объектов. Члены Совета Федерации отметили, что готовы всячески поддерживать развитие подобных проектов. ПАНСИОНАТА Потенциал этого микрорайона – это 1,2 миллиона квадратных метров жилья современного, комфортного, с увеличенными площадями. Вы сегодня можете наблюдать, где тут люди живут. Очень довольны этим обстоятельством. Ну, учитывая, что люди сюда переезжали с домов, которые уже отслужили свой срок эксплуатации, сегодня у нас на этом микрорайоне две школы уже введено и два садика. Школа у нас на 850 мест, одна и вторая на 650 мест. Соответственно, садики 250 и 150 мест. То есть людям уже есть куда везти детей. Плюс большое счет, что здесь современная коммунальная инфраструктура, которая прослужит еще порядка 50 лет. Поэтому в ближайшее время людям об этом заботиться не придется. Делегация Софеда во главе с председателем Комитета по социальной политике Инной Светенко совместно с представителями Министерства здравоохранения России посетили социальный пансионат «Гармония». Приветствуя представителей делегации, жители пансионата танцевали, пели и читали стихи. Директор пансионата Ольга Прыгунова ознакомила делегацию с деятельностью учреждения, достижениями и реализуемыми проектами. А также провела экскурсию по пансионату. В ходе посещения гости осмотрели корпуса соцучреждения, где им продемонстрировали комнаты для проживания, медицинский центр, клубы по интересам и другие помещения. Когда заходишь в пансионат и начинаешь общаться с людьми, которые проживают в нем, они всегда искренни. Поэтому по их настроению понятно, какое настроение в пансионате и как относятся руководство, администрация и персонал. Сегодня здесь столько позитива, потому что люди и пели, и танцевали, и хотели показать свои условия проживания. Мы сейчас вернулись как раз с этажей, когда каждый постоялец очень хотел, чтобы зашли именно в его комнату и показать, как он проживает. Поэтому, конечно, здесь особая атмосфера, особая аура, особое отношение тех людей, которые работают. И я очень рада, что люди старшего поколения, с одной стороны, очень заняты, и с другой стороны, это сильно продлевает продолжительность жизни. Познавший душу родного языка в Государственной филармонии прошло памятное мероприятие, посвященное столетию выдающегося ученого-тюрколога, заслуженного деятеля науки Карачаева-Черкесии, кандидата филологических наук Ханафи Идрисовича Суюнчева. Ахмад Халкечев продолжит. Открывая торжественное мероприятие, вниманию собравшихся предложили документальный фильм о Ханафи Идрисовиче, подготовленный нашей коллегой, руководителем национального обещания ГТРК Карачаева-Черкесия Мариной Кушповой. Все те, кому посчастливилось лично знать и работать с Суюнчевым, называют его истинным ученым, искренним учителем и наставником, память которого навсегда останется в сердцах. Высочайший уровень научной квалификации, преданность выбранной стезе, безупречная культура, бескорыстная помощь и забота о молодых ученых были его жизненным кредо. Мне довелось несколько лет работать в институте вместе с ним. И могу сказать, что это человек, который навсегда остался в моей памяти. Я думаю, что мои коллеги, которым посчастливилось работать с ним, скажут то же самое. Широкой души, воспитанный, сдержанный, спокойный. Человек, который хорошо знал свое дело и был в нем скромный, достойный и чист. Ханафий Идрисович принадлежит плеяде первых ученых-гуманитариев Карачаева-Черкесии. Он, как и подобает подлинному труженику науки, внес неоценимый вклад не только в практику изучения карачаево-балкарского языка, но и в становление и развитие гуманитарной науки Карачаева-Черкесии в целом. Клад Ханафий Идрисовича в развитии образовательной системы Карачаева-Черкесской республики трудно переоценить. Для решения проблем образовательной системы республики многое зависело от консолидации деятельности ученых-гуманитариев и работников образовательных учреждений. В первую очередь в составлении учебников, методических пособий, программ для национальных школ на основе научных изысканий ученых Карачаева-Черкесского института гуманитарных исследований. Огромное количество исследований Ханафий Исуинчева, посвященные вопросам карачаево-балкарской лингвистики, по праву приобрели общертерское значение в лингвистической науке. Ну а в условиях современных проблем сохранения и развития карачаево-балкарского языка труду ученого получили еще большую актуальность. Карачаево-Черкесском государственном университете многое делается для сохранения родных языков и, конечно же, труды Ханафий Исуинчева очень востребованы сегодня и в исследовательском плане, и проведение различных мероприятий. И, конечно же, его словари, настольные книги для каждого из нас, для тех, не только для ученых, исследователей, но и для любого человека, который любит свой родной язык, ценит его, всегда сверяется, каждый день сверяемся, как мы правильно говорим, правильно опишем именно со словарями Суинчева. Лингвистикой Ханафий Исуинчева серьезно увлекся в школьные годы. Еще одной великой старостью Суинчева с юных лет была авиация. В сентябре 1941 года, прибавив к своему возрасту год, он поступил на ускоренные курсы Астраханской военно-авиационной школы, ну а в мае 1942-го попал на фронт. И после окончания войны Ханафий Идрисович долгое время оставался на службе, уволився в 1950-м в звании старшины авиации. В свою спутницу жизни Зумрад Юсуфовну Турклиеву Ханафий Идрисович встретил в период ссылки карачаевского народа в столице Киргизской СССР, в городе Фрунзе. Супруги воспитали двоих детей, сына и дочь. Хочется поблагодарить всех участников мероприятия за столь искреннее решение. Очень приятно было все это слышать. Большим уважением отношусь к коллективу нашего института, гуманитарных исследований. Желаем успеха в дальнейшем. Памятное мероприятие организовано родным коллективом ученого, сотрудниками Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований. Помимо научной и творческой интеллигенции мероприятия собрало и большое количество неравнодушных к вопросам гуманитарных исследований людей, в числе которых представители правительства и парламента республики. Ахмат Калкевичев, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесия. Сегодня во Всемирный день здоровья в Черкесске прошла зарядка со звездой. На манеже республиканского стадиона «Нарт» утреннюю разминку для студентов образовательных учреждений провел заслуженный мастер спорта Наурус Тимрезов. За тренировкой наблюдал корреспондент Артур Мкце. Именитый в прошлом борец Вольник Наурус Тимрезов не менее трех десятков лет живет в подобном ритме. Утренняя разминка перед тренировками или важными делами помогает ему всегда оставаться собранным, готовым к вызовам каждого дня. Каждый день ощущаешь вот этот прилив энергии, сил, здоровья. И сегодня у нас особенный день, День здоровья. И хочется показать на примере всем, что необходимо делать утреннюю зарядку и что оно благополучно влияет на ваше здоровье. Сегодня мы решили, команда молодежки Народного фронта совместно с Минспортом организовать такой хороший праздник, День здоровья. Этот день посвящается нашему здоровью, крепкому духу. Мы забрали ребят с учебного заведения и решили провести для них зарядку с тренером. Но сперва для нескольких десятков молодых людей на беговых дорожках стадиона «Нарт» прошла увлекательная разминка. Некоторые из ребят показали сверстникам, что тоже дружат со спортом. Чуть-чуть одну ногу вперед и на пяточку. Теперь ты приседаешь до конца и встаешь на одной ноге. Да-да-да, давай. Ты можешь вести пятку по полу. Давай по покрытию. Есть. Теперь другой. Супер. Надо всегда поддерживать свое состояние, формы, заниматься спортом. Затем полноценную тренировку для юношей и девушек провел обладатель многих спортивных наград наурустимрезов, объясняя подопечным, чему необходимо уделять больше внимания. Возможно, уже после этого занятия с профессиональным спортсменом на главной спортивной арене Карачао-Черкесии для кого-то из этих молодых людей кардинально изменится отношение к физической культуре. И они захотят посвящать больше времени полезному делу. Ведь, как говорится, в здоровом теле – здоровый дух. Артур Махцера, Солбердиев, Вести, Карачао-Черкесия. Такими были самые актуальные вести республики на этот час. Я с вами прощаюсь. Далее смотрите нашу постоянную рубрику «Экономика» с Альбиной Ланковой.